Друзья, если вы помните, то на позапрошлом шаббате мы с вами рассматривали тему жертвенности. И я тогда заявил, что будет еще вторая часть продолжения этой темы. И сегодня я хочу как раз продолжить с вами говорить о ценности жертвенности для нас, верующих Нового Завета. Но прежде чем перейти к рассмотрению одной из ключевых ценностей Божьего Царства, давайте мы говоря, скажем так, словами автомобилиста прогреем нашу память. Нашу память надо прогреть. Человеческая память свойственна иногда что-то забывать. Для этого мы с вами вспомним основные моменты, о которых мы с вами говорили в прошлый раз. Итак, друзья, мы с вами верующий брит Хадаша Нового Завета. И мы понимаем, что Ешуа Машех, он стал совершенной жертвой, закланной за нас, закланной за грехи этого мира. И своей жертвой он заложил в нас основание для жертвенности. На основании этого Рав Шауль, он призывает нас идти по примеру Ешуа. И он призывает нас стать живой жертвой. То есть он призывает нас с вами жить жертвенной жизнью. И эта жертвенная жизнь детей Божьих, как я сказал, она строится на совершенной жертве Мессии, которая вмещает в себя все жертвы, о которых мы читаем с вами в Священном Писании. Но очень важный момент, что жертва Ешуа Мессии, которая как раз вмещает все жертвы, она не освобождает нас с вами, верующих Брит Хадаша, приношению жертв Богу. Только в Новом Завете эти жертвы уже являются духовными. При принесении этих духовных жертв мы с вами говорили, что ключевым фактором является наша вера. Вера, вера, которая выражает наше признание зависимости от Бога. Кто из вас понимает, что он зависит от Бога? Я думаю, что все мы понимаем, что мы зависим от Бога. Вся наша жизнь, она полностью зависит от Него. Конечно, есть вопрос нашего выбора, но мы зависим от Него, друзья. И я, допустим, приведу вам такую иллюстрацию или пример, что я иду в среду после тяжелого рабочего дня, может быть, длинного рабочего дня, я иду на молитвенное служение. Почему? Потому что я верю, что жертвуя своим временем, возможно, я жертвую своим отдыхом, я бы мог это время полежать на диване, отдохнуть, но я это делаю для того, чтобы исполнить некую духовную практику, некую духовную дисциплину, потому что таким образом я преображаюсь в образ Ишуа Мессии, потому что таким образом я совершаю путь своего спасения. Я прекрасно понимаю и признаю, что сам Бог, Он определил для меня этот путь, чтобы я прошел его вместе с такими же, как и я, детьми Божьими. Поэтому мне просто необходимо это общество святых, мне необходимо общество верующих людей, и мне необходимо исполнять Божью волю, потому что я верю, что мои молитвы созидают Божье Царство. Я верю, что молитва общины, она имеет силу и направлена на созидание Божьего Царства. Другими словами, принесение... Это уже компьютер. Давайте я уберу этот листик. Другими словами, принесение духовных жертв необходимо не Богу, а мне. Виктор, спасибо большое. Вот Виктор мне сегодня помогает. Я знаю, что Виктор очень трепетно относится к технике, он с компьютером знаком, и вот он понимает, что лучше, чтобы было твердое основание. Спасибо большое, Виктор. Еще раз повторю, друзья. Принесение духовных жертв необходимо не Богу. Эти жертвы необходимы мне. И я надеюсь, друзья, что мы с вами определили и помним, что принесение этих духовных жертв всегда, в принципе, связано с неким видимым, материальным или временным убытком для человека. Конечно, принося мы приобретаем, но, видимо, мы что-то теряем. Теряем или время, или то, что мы отдаем. Поэтому можно смело утверждать, что жертва – это цена, которую мы с вами готовы заплатить, чтобы приблизиться к Богу. Теперь, друзья, давайте продолжим рассмотрение темы жертвы. И продолжить ее я хочу с вопроса. Скажите, пожалуйста, были ли у вас такие вот ситуации, что вас благословляли какими-то вещами или чем-то еще, а вы не были этим благословлены? Например, вам принесли пакет и говорят, я хочу благословить тебе штаны. Ты думаешь, вау, у меня как раз нет штанов. Аллилуйя, слава Богу. Ты берешь эти штаны, приходишь домой, открываешь и смотришь, что этим штанам лет 10 отроду, и там еще они порваны и так ниточкой немножко, чуть-чуть криво зашиты. И вы идете с чувством такого расстройства, что вроде как бы вот были у тебя штаны, которые тебе нужны, но ты идешь и относишь их в альфатор. Я думаю, что у нас этого не было. Где-то там, наверное, в Африке, может быть, и было. У нас не было. Или было у кого-то? В Африке было, я понял. Я так, кстати, и подумал, что там где-то было, у нас такого быть не может. Знаете что? Что интересно, что человек, который вам что-то подарил или пожертвовал, он думал, что он, в принципе, делает доброе дело. Но это доброе дело, оно было только как бы в его сознании. И интересно также то, что дающий, когда видит, что то, что он дает, человек принимает, то он считает, все, свое дело я сделал. Пакетик моим в руки взяли, значит, все. Дошло до назначения, все отлично. Так почему-то бывает в наших с вами отношениях и с Богом. Люди думают, что когда они что-то жертвуют Богу, то их жертва должна быть обязательно Богом быть принята. Но Священное Писание, оно показывает нам, что не все жертвы Бог принимает. И история Каина и Авеля, которую мы с вами рассматривали вот в первой части моего послания, темы о жертвенности, она показывает и этот момент. Но я, друзья, хочу обратить ваше внимание на следующее, что когда мы говорим о принятии жертвы Богом, нам очень важно понимать, что Бог не принимает или принимает не жертву, а нас в первую очередь. Он или не принимает нас и жертву, или принимает нас и жертву. И в истории братоубийства написано. Это брешит. Мы читали, я еще раз хочу прочитать этот текст, чтобы мы посмотрели с этой стороны. Брешит или Бытие, 4 глава, 3-5 стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от ука их, и призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и дар его, не призрел». Видите, Бог не призрел в первую очередь на человека. И мы в прошлый раз говорили, что Брит Хадыша показывает, почему он это сделал. Весь вопрос состоит в сердце. Сердце Авеля, оно было наполнено верой. Об этом говорит Брит Хадыша. К сожалению, о сердце Каина не написано этого. Что говорит, что этой составляющей Бог там не увидел. И не призрел он в первую очередь на человека, а не на то, что они принесли. И в нашей ситуации или иллюстрации, которую я вам нарисовал, когда человек обнаруживает дырку в штанах, которые ему подарили, он обижается не на штаны. «Ах, штаны! Почему вы такие древние? Почему на вас дырка?» Нет, мы думаем о человеке. Зачем дарить такие вещи? Зачем отдавать такие вещи? И в следующий раз, когда нам человек принесет пакетик и скажет, я хочу тебя благословить, мы скажем, не надо. Спасибо, потому что мы не принимаем человека уже. Но я вам говорю, это человеческий взгляд. Слава Богу, что у Бога другой подход, и Бог, Он дает всегда человеку шанс. И даже если мы приносим какие-то не те жертвы, но в следующий раз принесем те, то Он презрит. Опять-таки, если у нас будет правильное сердце. Если у нас сердце будет неправильное, извините. И история Каина и Авеля показывает прежде всего, что Бог смотрит на сердце человека. И когда мы читаем, например, в Таре, второзаконие, 17 глава, 1 стих, написано, «Не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овцы, на которой будет порог, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего», то Бог дает это постановление не потому, что Ему хочется телец покрасивее, пожирнее, поупитаннее. Нет, Ему не тельцы надо, Ему надо наше человеческое сердце. Он заботится таким образом о нашем сердце. И ведь, по сути, друзья, во все времена у Бога на основании своей святости были, как говорится, все права произвести суд над человеками. Но Он всегда, во все времена, Он являет милостным. И выходит первым навстречу к нам, чтобы иметь возможность, чтобы дать возможность человеку иметь взаимоотношения с Ним. И этот факт, понимание этого факта уже является ключевым аргументом, чтобы мы с вами приходили к Богу с чистым, с открытым сердцем и, в принципе, приносили Ему все лучшее. Потому что милость Его превозносится над судом. Понимание Его милости, понимание Его благорасположения, понимание вообще Бога, кто Он таковой, о чем мы с вами будем говорить на семинаре. Понимание это дает, оно располагает наши сердца, должно расположить наши сердца, быть чистыми, открытыми и приносить Ему лучшее. И поэтому в Писании мы видим, что Всевышний говорит, что Ему, в принципе, нужны не наши жертвы. Много раз мы видим, что Бог акцентирует внимание, что жертвы Израиля Ему как бы не очень довподобы. Например, хорошо нам известна история пророка Самуила и Саула. Что говорил Самуил Саулу? 15 глава, 22 стих. Всю историю описывать не буду, я думаю, вы все ее хорошо знаете и этот стих хорошо знаете. Когда Саул приступил повеление пророка и сделал все по своему усмотрению, Самуил ему сказал, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа. Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тукового. Что такое послушание? Это состояние человеческого сердца. Когда я послушен Богу, это состояние моей открытости пред Богом. Я готов делать то, что Он мне повелевает. Поэтому Писание очень много говорит о человеческом сердце. Вы знаете, я провел такой маленький небольшой анализ. Исследованием это не назову небольшой анализ. Завел в поисковик слово сердце и завел в поисковик слово жертва. И мне байбл-квод программа выдала, что о сердце говорится 650 раз, о жертве 66. Насколько Бог, Он больше ценит вопрос человеческого сердца. Для Него важны наши с вами сердца. Но давайте вернемся к рассмотрению к жертвенности. И для этого опять-таки повторим слова Равшауля. Прекрасный текст. Я говорил, говорю и буду говорить, что уверен, что каждый человек должен это знать наизусть. Он, я имею в виду, каждый верующий человек. Римлянам первая глава. Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте в тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. И что же мы видим? Я думаю, что здесь надо сказать амэн. Амэн, друзья. Это фундамент. Фундамент жизни верующего человека. Представить себя в жертву Богу. Что мы видим? Жертвенная жизнь верующего человека должна обладать определенными качествами. В этом стихе мы видим определенные качества жертвы. Вот этой жертвой, которая является жизнь человека. Жертва должна быть, во-первых, живая, мы читаем. Она должна быть святая. И она должна быть благоугодная. Что значит? Значение слова благоугодное. Наша жертва должна быть приятная Богу. Очень часто мы делаем, что наша жертва приятная мне. Я делаю, потому что мне приятно. Я люблю. Я получаю таким образом удовлетворение. Но жертва должна быть приятная ему. Тому, кому мы ее приносим. Поэтому, принося штаны с дырочкой, я думаю, ох, какой я молодец. Я помогу брату. Брат от этого не будет сильно доволен. От того, что у него штаны с дырочкой. С дырочкой у него уже есть. Ему хочется без дырочки. Понимаете? Аллилуйя. Слава Богу, что у нас дарят штаны без дырочек. Это в Африке они там с дырочками носят. Жа-жа. Аллилуйя. Это благословение, да. Мне нравится наша община. У нас такой хороший юмор всегда присутствует. Аллилуйя. И чтобы лучше понять, что значит слова Равшауля, нам стоит опять-таки вернуться в Тару. Потому что, говоря о нашей жертве, Равшауль не просто это придумывал откуда-то. Он все брал из священного писания. Он все брал с торы, потому что бритха даша у него еще тогда не было. Он только сам его писал. Послания какие-то, даже не подозревая, что они будут частью канона, частью священного писания. Он понимал, что Бог его на что-то вдохновляет, побуждает, и он это записывал. Но, я же говорю, обращался он к тем писаниям, обращался он в Танах. И мы с вами сейчас тоже совершим такое небольшое путешествие в Танах. Втору, книга Левит, первая глава. И вот Павел, он ориентировался как раз на жертвы, жертвы, описанные в этой главе. Я бы сказал, даже на жертву Алла. Можно сделать такое резюме на основании еще некоторых определенных текстов. Но сейчас мы об этом говорить не имеем времени. Прочитаю вам текст. Левит, первая глава, с первого по пятый стих. И возвал Господь к Маше и сказал ему из киньи собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, принесите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола, без порока. Пусть приведет ее к дверям с киньи собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения и приобретет он благоволение во очищение грехов его. И заколит тельца пред Господом. Сыны же Аароновы, священники, перенесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который в хода с киньи собрания». И что мы видим, друзья? Во-первых, мы видим, что человек обретал благоволение от Бога тогда, когда жертва еще была живая. она не была еще заклана, но приводивший человек, он обретал благоволение от Господа. И опять-таки, это направляет наше внимание не на саму жертву, а на сердце человека, который приносил эту жертву. Потому что человек, который ее приносил, даже в те времена, он приносил ее с верою, ожидая, что он обретет благоволение от Господа. Ведь мы, когда читаем об этой жертве, эта жертва была добровольной. Это не говорится об обязательной жертве. Жертва была добровольной. И мы читаем, о добровольных жертвах написано, когда кто из вас хочет принести жертву Господу. Когда кто-то хочет. А когда я хочу? Когда я верю. Я верю, что это приблизит меня к Богу. Я беру этого тельца, которого мог съесть с товарищами, но я беру его и отдаю Богу, потому что я верю, что это приблизит меня к Богу. Это даст мне возможность быть ближе к моему Творцу. А хотение, друзья, означает веру. Веру. Второй момент. Человек отделял эту жертву, и уже его ответственность, непосредственно его ответственность была, чтобы она была первородной, чтобы она была мужского пола, и чтобы она была без порока. То есть человек должен был определить и оценить, что он отдает Господу. Это была ответственность человека, не священника. В-третьих. Полное исполнение всех постановлений Всевышнего в отношении этой жертвы делало эту жертву, как написано, благоуханием, приятным для Господа. И в этой фразе главное, ключевое слово – это полное. Вот полное исполнение. Потому что если ты берешь жертву мужского пола, там, то все сделал, но на ней есть порог, то это не полное исполнение. Надо все полностью исполнить, так, как говорит Всевышний, и тогда это обеспечивает то, что твоя жертва, она становится приятной для Бога. Как написано, благоуханием приятным. И теперь мы с вами, друзья, лучше можем понимать, что имел в виду Рав Шауль, говоря о том, чтобы мы приносили наши тела, наши жизни в жертву живую, святую, благоугодную, для разумного служения. Во-первых, наша жертвенная жизнь должна быть живой. Что это значит? Мы должны быть жертвенными всю нашу жизнь. От начала и до конца. Как Ишуа стал живой жертвой при жизни еще, так и нам необходимо это делать во время всей нашей жизни в нем. При этом жертвенность, она означает готовность потерять свою жизнь даже. Настолько высока цена. За нас заплачена высокая цена. И Бог ожидает от нас иметь готовность посвятить. Если мы говорим, я посвящаю свою жизнь в жертву живую, святую, благоугодную, для разумного служения, то это говорит о том, чтобы идти этот путь до конца. И история нам показала, что первые христиане смело не боясь шли на смерть, не боясь ни смерти, ни врага, потому что они верили, что тот, кто может повредить их не плоти, не может повредить их не душе. А Ишуа говорил в Евангелии от Матвея, 16 глава 24-25 стих, следующие слова. Тогда Ишуа сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми свой крест и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу ради Меня, тот обретет ее. Друзья, я скажу вам, мы не можем быть жертвой только половину субботы, когда у нас шаббат. Мы не можем быть жертвой только половину субботы и еще половина среды, когда у нас молитвенное служение. Мы не можем быть жертвой даже пять раз в неделю, потому что в другие дни у меня выходной немножко от Бога, мне надо же как бы свою жизнь налаживать. Нет, друзья. Если мы так думаем, то мы говорим, в те дни нам благоволения не надо. Достаточно мне пять дней в неделю благоволения. Зачем мне семь дней в неделю благоволения? Пять достаточно. Нет, друзья. Если в нашей жизни так есть, то мы жертва неживая. Знаете, какая мы тогда жертва? Мы тогда жертва полуживая. И мы с вами можем видеть вокруг нас такие вот полуживых жертв. Ты смотришь, с одной стороны думаешь, вроде христианин. С другой стороны повернулся. Да не, не похож. Но опять-таки, это я у нас такого не наблюдаю. Там где-то в Зимбабве, там в Африке, может быть, такое и не есть. У нас нет. У нас все живые. Но Рав Шауль, друзья, будучи сто процентов человеком, и при своей жизни, он говорил, в послании Галатам, вторая глава, девятнадцатый и двадцатый стих, «Я сораспялся Машеху, и уже не я живу, но живет во мне Машех, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Павел был живым, но почитал себя распятым. Мы умершим». Таким мы, друзья, нам необходимо умереть для себя и жить для Бога. Это настоящая жертвенность. Во-вторых, наша жертвенность должна быть святой. Что это значит, друзья? Ведь мы с вами как бы уже святые. Бог нас уже отделил и сказал о нас, что вы народ святой, взятый в удел, царственное священство. Мы уже святые. Да? Друзья, я скажу, что мы святые, но нам надо возрастать в святости. Нам надо, друзья, понимать, что мы святые по факту должны еще стать святыми по внутреннему состоянию. И вот это вот внутреннее состояние, оно как раз сформируется с нашей духовной жизни. И нам необходимо с вами наблюдать, какие духовные жертвы я приношу Богу. Я встаю рано утром, когда все еще спят, чтобы пережить встречу с Богом, чтобы принести Ему жертву хвалы, или я делаю это для того, чтобы предоставить Ему список и сказать, ты должен мне это дать. Я жду. Вот, вот. Вот оно. Дай мне это обязательно, пожалуйста. Или я буду, видя нужду брата, помогать ему или сестры лучшим, или отдам ему, что мне уже давно не надо. Штаны те, о которых я говорил. Что-что? А, да, это. Но Писание что говорит? В притчах написано, 19 глава, 17 стих. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Неужели мы можем с вами давать Господу то, что нам не гоже? Знаете, есть такая пословица? На тебе, Боже, шо мне не гоже. Слышали, наверное? Мы не можем себе позволить это. Потому что Писание говорит, кто напоит чашей воды одного из малых сих, напоит меня. Кто даст порванные штаны человеку, даст порванные штаны кому? Вы понимаете, кому, друзья? Аллилуйя. Аллилуйя. И я хочу вам рассказать одну историю. Я всегда, она так очень ярко в моем сердце или в памяти, скорее, запечатлилась. И эта история происходила в реабилитационном центре. Приехал пастырь, и у него такие классные очки. Ну, реально хорошие. Хотел сказать крутые, потом думаю, не, я за такие слова плачу дома деньги. Поэтому я говорю, хорошие. Тимоши нету, поэтому он не скажет, папа, пять рублей. Хорошие очки. И, ну, очень. И один из реабилитантов подходит к нему и говорит, вау, пастырь, у тебя такие очки. Я о таких очках мечтал всю свою жизнь. Пастырь снимает очки, говорит, я тебя хочу благословить этими очками. Этот с такими глазами, вау, там побежал всем хвастаться это все. Знаете, чем интересна эта история? Эта история интересна тем, что пару дней назад я общался с пастырем и говорю, вау, пастырь, у тебя такие крутые очки. Он говорит, Олег, ты не представляешь, я так мечтал о таких очках и мне их благословили, вот. И через два дня ему говорят, вау, какие крутые очки. И он снимает и отдает эти очки, благословляя брата, потому что брат был в таком, в шатком состоянии, он хотел уехать с центра, у него нету любви, нету всего. И вы знаете, что вот эта жертва, она растопила лед в сердце этого человека, и он остался и прошел этот путь до конца. и он сейчас с Богом, женился, у него дети, да, он не стал мегаслужителем, но он служит в церкви и уже много лет, наверное, более десяти лет ходит в церковь, и он с Богом, потому что он увидел любовь брата, жертвенную, который готов был отдать эти очки. Скажу вам, что это были очки, которые на тот период стоили порядка там семидесяти долларов. Для Приднестровья это было вообще, это мега деньги были. Мега! Но он готов был сделать этот шаг, друзья, отдать лучшее. Богу надо отдавать то, что является для нас ценностью. И проявление нашей жертвенности, действительной жертвенности является посвящению Богу лучшего, посвящению Богу любимого, то, что для нас ценно. Вспомните историю Авраама. Что он принес в жертву? Он принес в жертву своего сына и был назван праведником и другом Бога, потому что он сделал это. И мы можем ожидать благоволения от Господа, когда будем приносить Богу жертвы с чистым сердцем и будем приносить для Него святое, отделенное, самое лучшее, самое ценное. В-третьих, друзья, наша жертва должна быть благоугодной, то есть приятной. Что это значит? А это значит, что мы должны исполнять Его волю, а не свою. О, я буду помогать этому брату или этой сестре, другим не буду помогать, потому что с этими мне комфортно, с теми мне некомфортно не хочу. Или я буду жертвовать, когда проповедник скажет такое очень вдохновительное слово, пожертвование, оно коснется моего сердца, и я пожертвую деньги. В другое время я положу рубль, чтобы видели, что я это сделал. Понимаете? Это состояние сердца. Надо ли Богу наши деньги? Нет. Все принадлежит Ему. Богу надо наше сердце. Богу не надо галочка нашей жертвенности. То, что мы поставили галочку жертвенности. Ему нет, они необходимы. Ему необходимо все наше естество. Полностью все мы, вся наша жизнь. Без остатка. И в книге пророка Агея написаны слова Бога, в которых Он укоряет Израиль во время восстановления второго храма. В этих словах Бог дважды обращает внимание именно на человеческое сердце. Обычно этот текст используют для слова о пожертвовании, но я вижу в этих словах пророка призыв к жертвенной посвященной жизни. Процитирую вам. Агея 1 глава 3-8 стих. И было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваов. Обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, собираете мало, едите не в сытости, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь и не согреваетесь, зарабатывающую плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваов. «Обратите сердце ваше на пути ваше, взойдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь», говорит Господь. И через века Дух Святой призывает обратить наше внимание на наши сердца. Где наше сердце? Наше сердце в наших домах, наше сердце в наших работах, в нашем бизнесе, или наше сердце созидает храм Божий, которым являемся мы с вами, друзья. Если первое, и мы ищем всего нашей воли, то мы с вами будем иметь проблемы. Тогда можно сказать, о бедные мы люди, если мы подчинили наши жизни исполнению Божьей воли, то мы должны посвятить наши жизни для жертвенного служения, чтобы действительно наши жизни были жертвой живой, святой, благоугодной. Что такое был храм времен Танаха? Это было место, где Всевышний являл свое явное присутствие, являл свою явную шахину в среде своего народа. Храм нашего времени Брит Хадаша, друзья, это мы. И в нас Бог живет Духом своим святым. Поэтому, друзья, когда мы с вами живем жертвенной жизнью и строим этот храм по воле Бога, то наши жизни, они являются благоухаянием приятным для Господа. И в таком случае мы имеем от него благоволение. Подходя к концу своего послания, хочу обратить наше внимание еще на один аспект жертвенной жизни. И пророк Агей говорит вот в восьмом стихе «Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь». Вы помните историю, что Маше он также поднимался на гору для встречи с Богом. Авраам он был готов принести своего сына Исаака в жертву. Это было тоже на горе. Давид говорил в своем псалме 120, я думаю вы хорошо его все знаете, «Возвожу мои очи к горам, откуда придет помощь моя». Ишо он принес свою жертву тоже на горе называемой Голгофа. И гора, друзья, она символизирует собой место, место близкое к небесам. Как мы знаем из Писания, что небеса это место Божьего престола. Хотя мы с вами знаем, что Бог Он вездесущий, но о небесах говорится, как о месте Божьего престола. И нам, друзья, верующим в Ишоа необходимо также подыматься на гору. Но подъем на гору всегда связан с чем? Кто ходил в горы? Всегда надо прилагать усилия. Подъем на гору он всегда связан с прилагранием усилий. И нам надо прилагать усилия, чтобы быть исполнителем Божьей воли. Наш путь преображения в образ Ишоа это путь наверх, то есть на гору. Мы не можем идти путь нашей жертвенности, если мы не приложим к этому наше сердце и все старания. Мы не можем идти путь жертвенности, если мы не поднимемся на гору. Ишоа на свою гору поднялся. Он прошел этот путь жертвенности и стал совершенной жертвой, закланной за наши с вами грехи. Он это сделал для того, чтобы каждый из нас, и я, и ты, мог быть на горе, мог подняться к нему на гору. Поэтому, друзья, Он имеет все законные основания ожидать от нас, ожидать от тебя и меня жертвенности. Он заплатил цену за тебя и за меня. Это цена крови Ишоа Мессии, который показал своей жизнью и своей жертвой пример жертвенного служения, чтобы каждый из нас, он смог идти по его следам. Он подчинил все свое естество, всю свою жизнь для исполнения Божьей воли и был прославлен. Подчинив свое естество, чтобы исполнить то, к чему призвал его Бог, он получил венец, венец славы своей, но он также хочет друзья, прославить тебя и меня. Писание говорит о том, что Бог прославит нас с вами в конце времен, потому что желание Бога, чтобы мы были в его славе, чтобы мы вошли в его славу и были прославлены. и если ты хочешь быть прославленным вместе с Ишуа Мессией и быть в его славе, то тебе необходимо представить свою жизнь в жертву живую, святую, благоугодную для твоего служения. И сегодня, друзья, я хочу сказать, если ты не задействован ни в каком служении, может ты давно в общину ходишь, а может быть ты недавно ходишь в общину, но ты не задействован ни в каком служении, взойди на гору, взойди на гору, начни что-то делать в общине, поговори со слушателями, они покажут тебе этот путь, восхожи, ощущения, у тебя нет молитвенной жизни, то взойди на гору, тебе надо взойти на гору, поднимись на полчаса раньше и встреться со своим Богом, взывай к своему спасителю, если ты не имеешь возможности помогать людям, потому что у тебя очень маленькая зарплата, у тебя очень маленькая пенсия, то взойти на гору, поверь мне, твои две гривны лучше двух тысяч, которые дает человек обеспеченный, Аллилуйя, и если ты готов сегодня принять решение, дать Духу Святому утвердить в твоем сердце ценность жертвенности, то выходи на эту гору, сегодня эта гора здесь впереди, здесь будут слушателя, которые будут молиться, молиться за тебя, поэтому если в твоем сердце есть желание, есть понимание еще большего посвящения, есть понимание еще более вот этого состояния жертвенного, идите вперед, я первый тот, кто нуждаюсь в этом, я хочу, чтобы моя жизнь действительно была живой жертвой, святой, благоугодной, и я хочу служить Богу, прилагая все свои усилия, и я готов это делать, друзья, во время поклонения мы будем молиться, я верю, что Дух Святой будет действовать особенным образом, утверждая в наших сердцах эту ценность, Боже, я хочу сказать, что в общине Бог хочет, чтобы служителями были все, каждый, чтобы не было ни одного, кто был бы не служителем, каждому из вас Бог дал свой дар, нет ни одного человека без дара, каждому Бог дал свой дар, чтобы вы этот дар посвятили на служение Ему, Бог хочет, чтобы его невеста была славной, Бог хочет, чтобы мы с вами приносили ему жертву хвалы, жертву уст, чтобы мы славили его во все времена нашей жизни, нашими делами, нашими устами, нашими взаимоотношениями, принося ему самое лучшее, самое ценное, выражая нашу веру. Аллилуйя, Аллилуйя, Святый, Авинуша, Башимая, Отец наш Небесный, Боже, смотря в Священное Писание, Боже, мы вдохновляемся, Господь, Боже, смотря на примеры мужей Божьих, мы вдохновляемся, но смотря на жертву Твою мощей, мы сокрушаемся сердцами и умоляемся, понимая, Боже, какую драгоценную цену мы купим. Боже, мы не принадлежим себе, мы принадлежим Тебе на все сто процентов. Боже, и сегодня я в первую очередь я принимаю решение посвятить все свое естество, всю свою жизнь в эту жертву живую, святую, благоугодную, приятную Тебе для служения Божьих. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Ты утвердил это в братьях и сестрах, которые делают то же самое. Боже, пусть ценность жертвенности проникнет в каждое сердце на этом месте, чтобы среди нас не было равнодушных, но чтобы все мы, соединившись вместе, подымались на гору, принося Тебе жертвы, поклоняясь Тебе, величая Тебя, служа Тебе, потому что, Боже, Ты достоин, Ты один достоин лучшего, Ты один достоин, Боже, принять в Тебе, Боже, нас, Господь, благословенно имя Твое. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы во время поклонения Ты особенным образом работал с нашими сердцами, Боже. Боже, пусть не будет, Боже, без различных сердец, но добудем мы жертвен и утверждены на жертве Твоей, Господь, во имя ищу. Прошлый год у нас был годом веры, твердых решений в Боге. И знаете, мы хочу продолжить следующий этап для нашей общины и общин, которые в сотрудничестве с Орхомашех. Дорогие друзья, следующий год у нас год пересечения того бурлящего состояния, в котором мы находимся. Господь обращается к Иисусу нами, ну и говорит, через три дня вы пересечете Иордан. Они не переходили одни, они переходили со всем своим семейством, со всем, что они имели. Они пришли к Иордану и когда священники вступили в Иордан, а это задача каждого служителя в общине Орхомашех, Бетель, у нас Бет-Симха, у нас есть Ахава-Ишуа, для вас войти верой в то, что Бог обещал дать. Я хочу зачитать вам отрывок из Иисуса Навина, где очень интересные слова говорит и обращается к нам Господь через Иисуса Навина. Вспомните, что заповедовал вам Моисей, раб Господень, говоря, Господь Бог наш успокоил нас и дал нам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могучи сражаться, вооружитесь, идите перед братьями вашими, помогайте им. Интересно, за Иорданом, но мы переходим за Иордан. Нам необходимо, чтобы этот год был переходом за Иордан, со всем нашим семейством. Это означает, что этот год год семьи, отношений, взаимоотношений между мужем и женой, детьми, между братьями и сестрами, между общинами, праздниками, которые будут фокусированы на одну точку. Семья, Божья семья в этом году для каждого из нас. Божья семья